Плесень на стенах и потолке, холод и матрасы толщиной в палец на железной кровати. Фотографии этих прелестей прислала нам в редакцию молодая мама Юлия Резных. Ее трехлетняя дочь, Емилия, в начале января с диагнозом бронхит и высокой температурой была доставлена в детскую инфекционную больницу. Но уже через несколько дней условия, в которых пришлось находиться матери и ребенку, заставили их отправиться лечиться домой. Сейчас Емилия уже здорова и ходит в садик, а вот ее родители все еще ищут своей правды. Обо всем подробнее в нашем видеоматериале. Пока маленькая Емилия в детском саду, молодая мама Юлия Резных показывает письма, ставшие ответом чиновников различных уровней на ее возмущенные обращения. Начав диалог с местным управлением здравоохранения, Юля дошла до президента. Пришел ответ с управления здравоохранения. Они написали, что лечение проводится своевременно, вовремя. Матрасы должны служить еще несколько лет, поэтому их менять не будут. А с ремонтом плесень пока никто не будет убирать. То есть такая ситуация. Сухие, как она их сама называет, отписки под копирку говорят об одном, а вот фотографии, сделанные Юлией в городской детской инфекционной больнице, совсем о другом. Покрывшиеся плесенью стены и потолки, облупившаяся краска и матрасы, провалившиеся в решетку кровати. Не каждый волгодонец знает об этом, зато почти каждый видел баннер, красующийся на одной из центральных городских магистралей, и сообщающий о сотнях миллионов рублей, выделенных Волгодонску на модернизацию здравоохранения. Как так не укладывается в голове молодой мамы. А дальше есть соседние. То есть вот окна. Конечно, замазана, но скорее всего летом была. Но она проступила. То есть вот матрасы. Видно, как там идут решетки, потому что матрас туда просто провалился. Недовольна Юлия и отношением врачей к маленьким пациентам. Обход происходит один раз в день. Хотя там лежит, висит на стенде листок, где написано обход происходит четыре раза. То есть два раза с заведующим и два раза просто врач. В выходной день обхода не было совсем. Приспособленное здание инфекционной больницы капремонта не видела 30 лет, рассказывает главный врач детской городской больницы Ольга Бурыкина. До 2008-2009 года не было никаких ремонтов. В 2009 году, в 2010 году, были проведены ремонты текущие за счет средств местного бюджета и за счет средств, которые собрал город благодаря благодарительному фонду «Творим добро с любовью к детям». Благодарение. Была такая акция. И вот хотели сделать как можно лучше. Поменяли старые окна, поменяли двери, сделали текущий ремонт палат. Но, что называется, хотели как лучше, а получилось как всегда. В здании, практически лишенном вентиляции, в условиях дополнительной герметизации со стремительной скоростью, стал распространяться грибок. Еженедельные чистки, мойки и обработки стен, проводимые медперсоналом, панацеей не явились. Спасением от плесени для инфекционной больницы сейчас является вот этот аппарат, приобретенный за средства, выделенные на модернизацию здравоохранения. Это оборудование, которое за очень короткий промежуток времени, экспозиция очень маленькая, обеспечивает дезинфекцию воздуха в определенном помещении. И вот, когда начали обрабатывать эти палаты, предварительно счистив плесень, предварительно обработав ее, вот и поддерживая сейчас ежедневную обработку палат, мы пришли к тому, что в настоящий момент плесени и грибкового поражения в инфекционном отделении нет. Бактерицидная ксеноновая установка является временным решением проблемы. Уже в конце января будет готова проектно-сметная документация, необходимая для проведения капитального ремонта здания. Останется дождаться денег, которые обещают выделить также в этом году. 24 миллиона из средств областного бюджета и 13 из местного. То, что для пациента, касаемо условий оборудования, невообразимо, для медперсонала санитарные нормы, правила и казенное имущество. И если написано, что к эксплуатации оно пригодно в течение пяти лет, то исписать его за ветхостью раньше положенного срока возможным не представляется. Три дня и мама уходит. После этого мягкий инвентарь подлежит обработке. Во время каждой обработки, естественно, толщина матраса, которая может быть вначале и 15 сантиметров, и 10 сантиметров, она будет меньше, потому что сухожаровая обработка, как говорится, имеет такие последствия. Поэтому инвентарь постоянно мягкий, обновляется. Сказать о том, что это комфортные кровати, какие у нас дома могли бы мы приобрести, этого нет, потому что это медицинское оборудование, которое было закуплено ранее, вот это называется медицинской мебелью. Оно изготовлено по стандартам. О расписании работы, режимах посещения врачом пациентов рассказывает заведующее отделение. Врач смотрит больного один раз в сутки. Если это требует состояние ребенка, он может подойти и два, и три, и четыре раза. То есть по состоянию, если ребенок тяжелый и требует динамического наблюдения. Все остальные больные осматриваются один раз в сутки лечащим врачом. Вечером дежурный врач осматривает всех больных, оставленных под наблюдение. И те больные, которые требуют какого-то вмешательства, то есть температура, какое-то ухудшение состояния или еще что-то. Сегодня детская инфекционная больница кричит о помощи. И врачи, и родители маленьких пациентов устали говорить об изношенности здания и оборудования. Деньги на капитальный ремонт необходимы. Все ждут, что именно он станет глотком свежего воздуха в жизни инфекционки. Анастасия Дубас, Иван Иванков, Новости ВТВ.